Таганский суд Москвы 6 апреля В законодательстве четко прописаны те предпосылки, которые нельзя нарушать, дабы не оказаться заблокированным, либо получить какие-то ограничения по использованию предоставляемых сервисов. Вот этот случай с Телеграм, он по сути показывает, что не всегда компании, которые предоставляют телекоммуникационные услуги, в полной мере соблюдают российское законодательство. Не стоит забывать, что Роскомнадзор ведет войну не только с Телеграмом, но и с приложением Zella. Zella – это бесплатный сервис, позволяющий превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени. С 6 апреля началась блокировка одного из технического домена компании Google. В настоящее время заблокировано больше 10 тысяч сайтов и IP-адресов, которые использовали приложение Zella. Олег Кашин, Универньюз.